я вас приветствую зрители канала продолжаем снимать проводку вот наш подопытный как видите уже без двигателя стоит, двигатель вон лежит, ждет когда будет крышка, крышка убитого состояния, здесь дыра, отломан кусок, то есть было решено принято решение купить новую порядка 1000 рублей теперь надо добраться до города двигатель пока ждет по проводке конкретно сейчас расскажу что будем будем я думаю скорее всего последующие видео будут в таком состоянии ну принципе у нас рама есть проводка на ней висит объяснить мы сможем проводка как еще раз повторюсь в состоянии таком немножко не очень хорошим ну достаточно что это объясню где там то что оторвано что должно быть ну понятно будет я думаю итак давайте посмотрим как работает стартер степенно будем разбирать все как я еще раз повторюсь нереально все рассказать за раз это нужно не за видео несколько ну час как часа полтора будет слишком большое и нудное так что отдельно кому что надо посмотрите будет отдельное видео в плейлисте проводки и так как работает стартер у нас замка зажигания этот плюс подходит до при включенном замке зажигания плюс расходятся у нас по всей по всей проводке и нас интересует вот этот вот ответвление который идет на вот эти вот концевики вот они здесь на схеме 2 спаренные вот видно тут спаренные провод вот к ним подводка вот один концевик вот отключили второй к сожалению там такого у нас нет который должен надо сорвать вот такие вот спаренные фишки так сказать вот один подключили другой также аналогично то есть на черный сюда зеленый и так подходит плюс нас по черному при нажатии на рычаг плюс нас переходит вот на этот провод он опять же ну с любого рычага работает либо тем либо другим и пошла жара это когда загорается топ-сигнал вот плюс подходит к стопорю и еще есть ответвление на кнопку пуск у нас 9 обозначена кнопка пуск это значит значит что у нас вот это ответвление вот здесь вот проводки переходит на вот этот вот вот пульт это должен быть вот этот провод вот как здесь зеленый желтой полосой вот он подходит вот нас кнопка пуск после того как нажимаем рычаг нажимаем кнопку пуск и плюс у нас пошел крылья стартера так вот этот выход вот этот провод здесь вот 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 у нас покажем вот кнопки пуск пошел провод на реле стартера соответственно масса подходит отдельно он зеленый провод чисто зеленый это масса из работ нас электро электромагнит этот а пластина у нас подтягивается там такая пластинка медная внутри корпуса и зажимает нас вот эти концевик так сказать и работает у нас электро стартер вот вот этот плюс с этим плюсом соединяется который вот проходит а ткб на стартер то есть вот так вот пластинка поджимается там к вам объясню контакт перри пережимается и пошел плюс на стартер так орле стартера реле стартера вот здесь даже можно продемонстрировать что у нас реально происходит до туда плюс доходит это на прозвонки так и в каждом режим прозвонки какой-то включил объяснить ну я уже показывал вот режим прозвонки то в первый раз будет смотреть вот так подключается ком это масса и вот такой вот значок как диоды светопроявление вольтаж измерять вот у нас реле стартера фишка который к ним подходит вот сам стартер в руле соответственно здесь внутри пластина когда срабатывает электромагнит пластина поджимается и вот этот контакт который проходящие от аккумулятора к стартеру то есть вот такой пластинкой поджимается и соответственно с аккумулятора пошел плюс на стартер так давай демонстрацию проведем изначально нас откуда от замка до черный провод по замке чем один щуп туда подключим все эти махинации произведем чтобы как вот вам показать так чтобы было непросто на словах деле зажигание включена здесь у нас рычаг включен включая сюда и нажимаем кнопку пуск вот это плюс который подходит зеленый масса сейчас я тоже покажу все звуковой сигнал идет значит у нас есть контакт но отпускаем пуск нету сигнала всего плюс или нет электро магнит не работает опять же вот на зеленый я специально здесь раскрутил показал вот зеленый провод видите он как разветвляется эта масса которая подходит она по проводке разветвляется на разные места куда надо вот допустим один провод идет на обогатитель карбюраторный другой провод идет у нас заднему фонарю опять же массовый провод нужно к датчику вот так вот он разветвляется массовый провод везде куда ему надо ну что ж поставьте на этом все пока дальше раз будем что-то другое еще показывать